Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где каждый день мы постим большое количество аналитического контента и конкретных торговых рекомендаций. Ну что ж, эта неделя продолжение спекуляций на тему потенциального скорого дефолта США, потому что, как мы помним, американские законодатели на прошлой неделе пытались, конечно же, преодолеть межпартийные разногласия и прийти к общему знаменателю по вопросу продления финансирования правительственных учреждений и, соответственно, потолка государственного долга. Что касается продления финансирования, этот вопрос решен, но частично, потому что продлили всего лишь на 9 недель до начала декабря. А значит, перед Новым годом мы снова вернемся с вами к теме возможного вероятного шатдауна. Если до Нового года, конечно же, не произойдет то, что кажется сейчас абсолютно немыслимым. Это дефолт американской экономики и, соответственно, банкротство эмитента этих казначейских трежерис, о которых мы всегда говорим. Так вот, по поводу лимита государственного долга. Напоминаю, что, согласно комментариям главы Министерства финансов США Джанет Хеллен, средства у ее ведомства, необходимых для исполнения долговых обязательств хватит только лишь до середины октября. После 15 октября американская экономика не сможет платить по имитированным облигациям. Это как раз и будет началом конца. Поскольку мы возвращаемся к теме того, что республиканцы и демократы пытаются решить этот вопрос, мы, конечно же, вынуждены будем говорить о вот этом глобальном риске, который сейчас присутствует для всей мировой экономики. А значит, друзья, для тех из вас, кто сейчас пытается объяснить интересы к доллару, это, можно сказать, главный аргумент. Потому что до тех пор, пока на рынке сохраняется такая неопределенность, участники рынка будут ставить на защитный актив, к которому всегда привыкли. Это американская валюта. Сейчас индекс доллара котируется на отметке 94,07. Я позиционно, системно пытаюсь объяснить перспективы доллара только с позиции будущей американской монетарной политики. И много раз вам уже озвучивал сценарий, когда лично я буду готов на долгосрок купить доллар. Но только после того, как американский регулятор озвучит готовность начать ужесточать монетарную политику. Одних лишь ожиданий сейчас того, что это может произойти раньше, чем прогнозировалось ранее, ну, лично мне недостаточно. Хотя я прекрасно понимаю, что вот эти ожидания, которые сейчас на рынке присутствуют, они опираются на рост доходности американских облигаций. Потому что на прошлой неделе десятилетки улетели по доходности к максимальным уровням за 4 месяца, оказавшись выше 1,5%. И рост доходности трежерис, он как раз стал следствием того, что выросли долгосрочные инфляционные ожидания. Рост инфляции, в свою очередь, базировался на повышении цен на нефть. Но, друзья, текущий рост цен на нефть, если даже говорить словами Паула, это временное явление, потому что мы понимаем, что бычье ралли бренды WTI стало следствием топливного, глобального топливно-энергетического кризиса, который на панических настроениях раздули слишком. И эта тема должна скоро пойти на спад. Я полагаю, что какое-то время краткосрочно мы сможем поработать еще в рамках локальной динамики по ряду активов, тем более, что даже в отношении рынка нефти. Как вы помните, я рекомендовал еще в конце прошлой недели продолжать рисковать, потому что есть шанс по бренду оказаться выше 80 долларов за баррель. Сейчас котировки 79 долларов за баррель. Но если вам нужен ответ на вопрос, станет ли текущая ситуация на рынке нефти, текущая ситуация в отношении американских облигаций, тем самым аргументом, чтобы ФРС уже в ноябре свернул программу количественного смягчения, но начал, точнее, это делать, пока об этом говорить слишком рано. Я допускаю такой сценарий, но до ноября еще должно пройти очень много времени. Поэтому, как только паника на рынке рассеется, когда участники рынка перестанут говорить о возможном крахе американской империи и сфокусируются только на перспективах американской денежно-корректной политики, доллар, конечно же, даст слабину. Но локально до 15 октября, до тех пор, точнее, пока демократы и республиканцы не придут к общему языку и не преодолеют межпартийные разногласия по потолку государственного долга, тема роста доллара будет актуальна. Напоминаю, друзья, и повторяю точнее, сейчас индекс доллара котируется на уровне 94.07 и в связи с этим мы видим, как снова оказались под давлением рисковые инструменты, такие как евро, за которым мы следим, фунт, австралиец и так далее. По британской валюте сейчас котировки 1.3533. Если интересно, можно ли еще шортить фунт, я допускаю, что потенциал снижения еще присутствует и фунт может просесть на фигуру чуть больше. Потому что британская экономика, если касаться топливного кризиса, может быть даже одна из самых уязвимых сейчас. Потому что в Британии ситуация с ажиотажным спросом на топливо дошла до такой степени, что Борису Джонсону пришлось на стратегический, скажем так, автозаправочный комплекс в основных городах ставить специальные посты контроля, в общем, подключать армию, чтобы не допускать беспорядков, потому что дело до них ходило. И фунт может остаться заложником вот этих вот чрезмерных панических настроений. Неизвестно, что будет дальше, потому что английская экономика начинает еще сейчас пожинать негативные плоды расставания с Европейским Союзом. И, кстати, одна из причин нехватки топлива – это отсутствие водителей и бензовозов. Потому что, как ранее комментировал, многие из которых были наемными сотрудниками из Европейского Союза после введения окончательных правил Brexit, они лишились возможности беспрепятственно пересекать границу с Великобританией. Ну, вроде бы, как сейчас вопрос с визами для них решается в оперативном порядке. Но есть то, что есть. Я знаю, что цены на топливо продолжают расти, и топлива все меньше и меньше. О процентной ставке в рамках английского регулятора я пока не говорю. Это сейчас не актуально и неважно. И еще один риск. Я видел очень интересную статью на Блумберге, что вслед за топливным кризисом в Англию и за Brexit, вот именно сейчас, может прийти еще и продовольственный кризис. Поэтому фунт, да, скорее всего, мы прогуляемся ниже. Но я фунта сейчас не торгую. Мы ранее хорошую сделку провели. Я сейчас фокусирован на евро. Котировки 1,1591. И, думаю, 1,15 мы еще увидим. Поддержка для этой идеи. Локальный крепкий доллар. Риторика Кристин Лагард на прошлой неделе о том, что политика мягкая такой и останется. То есть мягкий режим регулятора, это, конечно же, негативный фактор для национальной валюты. Общие прописные истины, такие же, как в отношении доллара. Почему я придерживаюсь долгосрочной позиции того, что доллар может еще оказаться ниже. И если бы не вот эти вот тупиковые ситуации с сначала вероятностью шатдауна, а потом и сохраняющейся темы вероятности дефолта, то, возможно, доллар бы котировался гораздо ниже. В сухом остатке по этим инструментам. Короткосрочно доллар будет пользоваться спросом. Это мы используем, чтобы евро оказался еще ниже. На этом попробуем работать. Рынок нефти 79 по бренду в моменте. Сегодня очень важный день для всего энергетического рынка, потому что сегодня заседание ОПЕК. И какое решение примет Альянс, мне неизвестно. Решений может быть несколько. То, что текущий рост цен на нефть более чем устраивает представителей ОПЕК. И они остаются заинтересованы в том, чтобы цены оказались еще выше, потому что страны ОПЕК будут на этом еще больше зарабатывать. Если их устраивает такой сценарий, и, например, они приемлют то, что бренд может оказаться в районе 100 долларов за баррель, то все, что им нужно сделать, это сохранить в силе прежние договоренности. То есть всего лишь увеличивать производство нефти до конца этого года на 400 тысяч баррелей в месяц. Это, конечно же, недостаточно, чтобы компенсировать тот спрос, который есть, и закрыть проблему с топливным кризисом. И второй сценарий. Если страны ОПЕК Плюс решат стабилизировать текущую ситуацию, и, например, будут исходить из того, что ралли уже слишком далеко зашло, и нужно его остановить. Либо, например, некоторые ведущие представители ОПЕК Плюс все-таки прогнутся под давлением США, Китая, которые сейчас страдают из-за роста инфляции, из-за того, что растут цены на нефть. И эти регионы очень заинтересованы в том, чтобы цены начали на нефть сейчас снижаться. Возможно, у них есть какие-то кулуарные рычаги давления, и они будут их использовать. Если такой сценарий, друзья, имеет право на жизнь, то уже сегодня мы узнаем, но максимум завтра, о том, что страны ОПЕК приняли решение согласовать еще больше рост нефтедобычи. В этом случае ралли, конечно же, будет остановлено, и цены начнут понемногу корректироваться. Но это уже разговоры следующих брифингов. Пока что краткосрочный лонг в силе, и полагают, что даже на спекулятивном настрое 81-82 доллара за баррель мы точно сможем увидеть. Австралийцы продолжаем шортить. 0,7260 сейчас котировки. У нас цель 0,71. Завтра заседание Резервного банка Австралии, решение по процентной ставке, по программе количественного смягчения. Думаю, никаких изменений не будет. И повторение мягкой риторики. Это негативный фактор еще вкупе с локально крепким долларом. В общем, картина складная для того, чтобы австралийца дальше шортить. Американский фондовый рынок, его не трогаем, друзья, потому что коррекция, она затянулась. Я думаю, что если у покупателей были очень хорошие шансы откатить всю эту ситуацию, они бы выкупили уже фонду. Но поскольку у нас все еще не решен вопрос потолкового государственного долга, я думаю, что фондовый рынок могут продавить еще ниже до 14 октября. Вот ближе к середине этого месяца посмотрим на потенциальные точки, откуда можно будет S&P выкупить. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.